До сих пор в действующем законодательстве существовали нормы, ограничивающие выпуск корпоративных облигаций. Поэтому и рынок корпоративных облигаций в нашей республике не развит. Почти год тому назад Агентство по развитию рынка капитала подготовило и внесло на рассмотрение парламентом законопроект, упрощающий процесс выпуска облигаций, а также предоставляющий возможность обществам с ограниченной ответственностью выпуск корпоративных облигаций. Законопроект был одобрен сенаторами 19 июня. 22 июля президент подписал соответствующий указ. Таким образом, обществам с ограниченной ответственностью предоставлены возможности для привлечения внешнего финансирования. На самом деле этот закон давно ждали как потенциальные эмитенты, так и профессиональное сообщество. Более 10 лет эта тема была в центре горячих обсуждений. Давайте вспомним, до сих пор только акционерные общества и коммерческие банки могли выпускать корпоративные облигации. Вместе с тем при выпуске облигаций к эмитентам предъявлялись определенные требования. До принятия закона облигации могли выпускать только акционерное общество. И несмотря на это, было очень мало выпусков облигаций, потому что те требования, которые были предъявлены к выпуску облигаций, они были настолько сложными, что было проще взять кредит в банке, что в принципе акционеры общества и делали. Эти требования включают в себя, первое, это то, что облигацию можно было выпускать только в пределах собственного капитала. Второе, то, что выпуск облигаций должен был иметь обеспечение на всю сумму выпуска. Дополнительно к этому имитент, то есть акционерное общество на тот момент, должны были иметь три года положительных финансовых результатов, подтвержденные аудитской компанией. И в дополнение ко всему они должны были иметь рейтинг. Ввиду указанных ограничений, рынок корпоративных облигаций в последние годы не развивался. Резко сократились количество и объем облигаций. Если говорить конкретно о цифрах, то количество корпоративных облигаций, находившихся в обращении, сократилось с 41 до 17. Их объем сократился с 512 миллиардов до 198 миллиардов сумм, что составляет всего 0,2% всех эмитированных акций. В настоящее время в республике зарегистрировано около 150 тысяч ООО, большинство из которых обращается в банки для получения финансирования в виде кредитов. Поскольку другой альтернативы нет. Если они хотели увеличить свой капитал или привлечь дополнительные инвестиции, то обращались за помощью только в банке. В результате банки испытывали увеличенную нагрузку. Представьте себе, если все 150 ООО обратятся в банки. С принятием нового закона у них появилась альтернатива банкам. Для составления финночетности инвесторов мы требуем информации, потому что инвестор должен знать все о компании. Наша задача заключается в наблюдении за рынком. Если у инвесторов появятся претензии, то мы изучаем их и в качестве регулятора не допускаем манипуляций. Теперь общества с ограниченной ответственностью могут смело входить на рынок облигаций. Только для этого должны быть доступными их данные по внешнему аудиту, а также финансовая отчетность. И эти облигации могут покупать теперь же не только наши банки, наши инвесторы, но и зарубежные инвесторы тоже. Теперь эти облигации могут покупать и Международные финансовые институты тоже. Вот если Международные финансовые институты раньше кредитовали, то есть это была прямая кредитная линия, то сейчас и для них тоже это выгоднее, потому что облигации тоже более ликвидные инструменты. Они с удовольствием будут тем же самым компаниям, которые были в форме ООО, которым они выдавали кредитные линии, этим же самым компаниям они могут просто приобретать их облигации. Теперь же с новым законом, кроме акционерных обществ, выпускать корпоративные облигации теперь имеют право и общества с ограниченной ответственностью. А это более чем 150 тысяч предприятий по всей республике. Конечно, не все они смогут выпускать, в связи с тем, что облигации смогут выпускать предприятия более крупные, потому что облигации предусматривают определенный размер, и эти предприятия должны быть интересны для инвесторов, для того, чтобы в них вкладываться. Теперь они, получается, смогут выпускать облигации, при этом требования к выпуску они смягчились. Теперь и акционерные общества, и общества с ограниченной ответственностью смогут выпускать облигации в пределах собственного капитала без обеспечения, а на сумму, превышающую собственного капитала, они уже могут предоставить обеспечение. Причем обеспечение, все виды обеспечения, которые предусмотрены законодательством, начиная от залога имуществом, заканчивая банковой гарантией или страховым полисом. Агентством по развитию капитала будут определяться условия и требования рынка. Исходя из существующих тенденций, агентство в качестве уполномоченного органа имеет право на внесение изменений в требования. Эти изменения в законодательстве содействуют активизации рынка корпоративного займа в нашей стране. Беспрепятственный вход ООО на рынок корпоративных облигаций послужит дальнейшему улучшению деловой атмосферы, а главное – широкому привлечению свободных денежных средств населения и инвесторов. В итоге снизит зависимость предприятий реального сектора от государственной гарантии и банковских кредитов. Одним словом, корпоративные облигации ООО станут альтернативой традиционным банковским кредитам.